Камчатка, а мы в Питере. Друзья, привет! Очень много видео из аэропорта, можно сказать. Но да, я в очередной раз лечу в Москву. И вот у меня есть свободное время, вылет у меня минут 50, у меня с собой всегда Гоха. Так что всем привет! И да, лечу, кстати, я опять это, мы Сибирь. Ну, на самом деле, просто были удобные билеты именно в Домодедово, мне нужно в ту часть Москвы. Кто-то летит в Москву по делам, еще что-то. Всегда делайте так. Смотрите ту точку, где у вас мероприятие. Ориентируйтесь, что Домодедово и Внуково находятся рядом с одной стороны Москвы, ближе к Ваньке Водяново, ближе к Чертаново. А Шереметьево четко с другой стороны города, противоположной. А вокзал, если у вас есть ЖД-сообщение с Москвой, вокзал находится четко у нас по центру Москвы. Поэтому если вам нужны какие-то там выставочные комплексы типа ВДНХ, однозначно более удобно двигаться туда. Например, если из Питера ехать, то просто прыгнули с Апсаны и попали. Значит, я вам скажу, если вдруг встретите, нам сюда, кстати, нам сюда. Вот. Вы видите человека в аэропорту с пакетиком? С пакетиком, смотрите, наклеечку у меня есть на пакетике, да? Это не значит, что он полный придурок и у него нет чемодана. Нет. У него чемодан есть, но он полный придурок и забыл его. Вот и я забыл чемодан с вещами. Так что ожидается покупка новых спортивных штанишек в Москве, чтобы потренироваться. Тут футболки новые, футболки для Ваньки Водянова, для Димона Рея. Вот. Подарки. Для вас тоже были подарки. Думал Ваньке их дать, чтобы он разыгрался на канале, но теперь как бы нет. Так что придется оставаться на канале Генетик и ждать розыгрыша у меня. Посадка еще не началась. Жду и почему лечу не скажу. Секрет, дела. А в понедельник с Ванькой встречаюсь с медведем, с остальными пацанами. Вот так. Ну что, просто шикарно. В Москвобаде тоже отличненькая погода. Сейчас мне сразу привезут еду. Давайте сейчас. Сейчас просто подумайте и угадайте, что мне привезут покушать. Что я всегда ем в Москве. И сейчас. Хоп. Магия кино. Сейчас будет ответ. В хорошем выпуске должны быть телочки и тачки. Телочек не будет, а тачки будут, ребят. Опять олдскул. Не знаю. Я бы, наверное, с кайфом прокатился. О, вот на этом. Гляньте. Вот это вот. Какого-то цвета морской волны. Он просто выглядит, как автомобиль из ада. Мне кажется, на нем ездил Гитлер. Ну хер знает. Вот. Я представляю, что он должен был на нем ездить. Просто лютейший аппарат. Очень круто. Это фиатик красный. То, что марку. Вижу, где подписано. Там не написано ничего. И ничего не понятно. С той стороны тоже самое. Автомобили. Выставка. Ну, очень прикольная. Это Citroёn. Это тоже Citroёn все. И дальше Fiat стоят. Есть такая мысль. Ну, правда, конечно, не такую. А это Ford. Ford Y называется. Есть идея. Купить не такой, конечно, автомобиль. Такой олдскульный. Но что-то из американского 50-х годов. Ну, в будущем я приобрету и отреставрирую. Просто для души. Чтоб можно было летом проехаться. Думаю, YouTube тоже запустите. Да, он дает результат. Ребята, короче, на самом деле, я ждал Inferno Kitchen. Но в вашей Москве опять пробки, поэтому у нас тут такой себе. Ни храй себе, ни обед чемпионов, но покатит. Перекус чемпионов. Короче, вот эту дичь будем мы хавать. Протеин у меня, понятно, дома. Чемодане остался. Ну, короче, я... Но вечером доберусь до Inferno. Поэтому кто угадал, кто думал, что меня Inferno привезут, короче, видите, судьба судьбинушка как распорядилась. Буду как датский, датский хот-дог. Даже не френч, даже не френч, не сибула. Какая-то, блин, подсолнух, какая-то херобора, короче. Ну, потому что бенз кончился, не дотянулись в нормальные хайфки. Сейчас зайду, зайду, наверное, в спортмастер. Как помните, чемодан я забыл. Поэтому нужно мне некоторые части туалета освежить. Я тут всегда в одном и том же месте живу, когда приезжаю недалеко от Inferno зала, недалеко от Inferno kitchen, да и, в принципе, до кальянной Ваньки тоже недалеко. Подозреваю, что увидимся мы там. И качаться он сегодня не будет, потому что он прогуливает тренировки, оправдываясь тем, что у него много работы. Я так думаю, да, у Ваньки много работы, а потом смотрю, у него фотки из кальяны, полдня. Ну, возможно, Ванька начал работать дегустатором кальяна для себя. Все, иду за едой, голодный на самом деле, прям очень. Наверное, я забавно выгляжу в этом магазине, но надо Арианочке привезти какой-нибудь подарок. Так что, она очень любит блестящие резиночки. Я тут хожу, выбираю. Сейчас подумал, что еще скоро уже, через пару годиков, и 1 сентября, и нужно будет ей банты покупать. На улице вообще пусто в Москве сейчас. Хотя это наносит мне не на голове. Она таскает их на руках, говорит, что это браслеты принцессы. Вот так вот. Точка. Ну, все, ребята, у меня поздний завтрак, я таки добрался. Сейчас я прям выберу себе вкусняшку какую-нибудь. И не одну. Ну, вот меня прям ждут сырники, я это знаю. Ну, у нас все. И в номер все-таки сажу. Колу я уже купил вот там. Лакея. Экономия должна быть экономной. Все помни, что я набираю. Надо с ней прям поесть очень много. А вчера был день такой полуголодный. Очень полуголодный день. Поэтому сегодня нужно исправить ситуацию максимально калорийным ударом. По всем фронтам. А ее надо греть сразу? Вообще ее, да, желательно лучше подогреть немножко. Она тогда приятная такая. Давайте подогреем немножко. Давайте подогреем. А на вас тоже сейчас все едим. Хорошо. Итак, ребят, смотрите. Вот сейчас я вам сниму всю еду, сколько я набрал. Порции еды. Каждая порция полноценная. Отдельная. У меня там еще греется люля-кебаб и удон с курицей. Тут у меня 4 цезаря. Тут у меня сырники. Тут у меня кокосовые шарики. Творожные. Здесь у меня красная рыба с картофелем. Люля-кебаб с индейкой. Вот. Ну, сейчас я вам скажу, сколько получится все вместе по сумме. Ну, тут как бы еды мне на полтора дня. Прямо вот. Ну, чтобы быть это, больше и сильнее с каждым днем. Все, 1740 рублей. Просто полноценный день по всем блюдам, которые я хочу сам кушать. То, что мне очень нравится. По мне так все прям огонь. Пополним кассу Ваньки. Ну, все. Теперь покушаем. Даже ждем, когда Ванька ответит. И мы все-таки пойдем в зал. Я хочу поснимать, хочу покачаться. Надеюсь, этот замечательный человек скоро мне ответит на сообщение. А, ты даже пиццу ждешь? А, ты снимаешь? Здорово. А, что нет, что ли? Скажи всем привет. Так это же у тебя протеиновое. Это палочка. Я вчера, короче, я вчера утром пил пиво протеиновое в машине. Снимал, короче, в сториз. Оно пиво протеиновое безалкогольное. Там 20 грамм белка. Меня завалили, короче, в директе. Типа, ты офигел? Какой-то показываешь пример молодежи. Пиво за рулем. Я говорю, оно безалкогольное. Потому что нормально. Есть два типа предтренов. Я в основном пью вот такой предтрен. Перед тренировкой. Ну, я так понимаю, что Ванька пьет вот такой предтрен периодически. Да, у него тут у нас стоят. ВСА и Рэйдж тоже есть. А, Рэйдж, давайте где-то есть. А, вот Рэйдж. Да, ладно. Лена тоже фигачка. Да, ладно. У Ванька тоже есть. Но сейчас он, смотрите, какой предтрен. У него фирменный предтрен от Инферно. Вот это он собирается съесть. Это лучший предтрен. Перед тренировкой. Это ты себя нормально чувствуешь потом? Ну, охуительно. Она заряжена просто, понимаешь? Протеинами? Протеинами, БЦА, аминоксотами. Тут все посыпано. Креатин, там, цитрулин, агенин. Все нормально. Если бы я съел... Если бы я... Табляточки есть. В колбасе, да, Татьяна? Да, это любительское. Докторское стало любительское. Вот если бы я съел пиццу перед тренировкой, я бы просто лег спать. Все. Дядя Ивань, что ты выпендриваешься? Что майка тебе маленькая? Как надо? Ну, ты как-то снимаешь вот так. Что ты выпендриваешься? Ты майка, смотри, мне прорезают эти... Что прорезают? Вот тут... Это просто меньше, надо пиццу есть перед тренировкой. Смотри, логотип кайфовый. Красиво? Логотип вообще пушка, я его видел сразу. Я опять перевез кучу майок, и майка забрала все себе. Да, мне обратно я раздам. Себе. Будем ждать. Себе меньше всего. Меньше всего? Да. Самую маленькую взял. Блин, ткани пожалели видеть. Ну ладно, ну да, но какая-то маленькая 3XL на самом деле. При этом на мне футболка. Не, ну это может быть... На мне футболка XL при этом, а она выглядит больше, чем майка. Комплимент мне, да? Типа я такой здоровый. Ты такой, да просто майка большая? Ты мне настолько здоровый, что у меня 3XL уже мало. Что, у меня сегодня планируется грудь. Совпадает так, что у меня уже который раз инферная грудь. Она будет очень коротенькая, легкая, потому что пока полноценно ее тренировать не могу. И, наверное, потом поделюсь к Ване и с ним доделаю много рук, потому что завтра на руки у меня банально времени не будет. Сразу завтра много работы. Попить? Так, посмотрим, как я вешаю. Я похудел. Я сбросил, потому что у меня тяжелые кроссовки одеты. Дома я взвешивался 101, но в более легкой одежде. Сейчас кроссы... Хотя, может, они легкие, я не знаю. Что-нибудь такого. Как-то они удобные, может, они и легкие. Не в суть, в общем, вес около 101. Неплохо. Пойду сворую у Вани креатина сейчас в кабинете и начну рудминат. Кстати, часто спрашиваете, когда пить креатин? Ребята, вообще все равно. Просто пофигу. Можете перед тренировкой, можете после, можете во время, можете утром вместе с завтраком. Вообще не важно, когда принимать креатин. Никакого значения не имеет. А вот там, видите, сходит человек-гора. Человек-гора. Дмитрий Паровозер в Инстаграме можно найти. Парал, дрещи. Да, дрещи. Теперь я у тебя на канале тоже. Да, 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 да. Надимку, да, ссылку ставим внизу, на канал Димона. Он один из немногих, кого можно в России слушать. Вот его можно слушать в России. А остальных долбоящеров в Инстаграме, в Ютубе слушать просто практически нельзя. Это опасно для вашего здоровья. И, возможно, здоровья ваших близких, потому что вы пересказываете всякую дичь из интернета. Его слушать можно. Я его слушал, я одобряю 98%. Интересно, что это 2%. Ну, всегда есть какие-то расхождения в мыслях, да? Или какие-то дополнения, скорее. Вот так. Какие-то дополнения. Вот так вот. Димон прям молодец. И проверим, налезет ли на него футболка новая. Просто новый пошив. Может, они крупнее, я не знаю. Вот это просто Excel на мне. Как бы, ну... Если на мне сейчас будет как раз, то через месяц она мне будет новая. Опять? Я сейчас в наборе. Ага, ты в наборе. Куда здоровые все, бляхи, на него? 21 век. Я снимаю, как он снимает, как Ванька качается. Я вообще не понимаю, как они в этом интернете накачаться все умудрились. Они же целыми днями здесь что-нибудь снимают, понимаете? Они снимают, они качаются. Нет, они снимают и успевают накачаться. Вот это удивительно. Верно. Ванька, ты еще готовишься? Или ты еще больше бабло все зарабатываешь? Я думаю, нахер готовиться. Нахер готовиться. Надо бабло зарабатывать. Ну, ты знаешь, я уже решил, что на заграничную я точно не поеду. А Москва? А вот Москва 30 ноября, да. Есть надежда, так скажем. Есть вероятность. Маленькая, да. Ребята, есть, короче, вероятность, что вы сможете выиграть первое место, потому что Ванька, может быть, не придет. Просто как бы вы можете подписаться на Ваньку и понимать, как если Ванька готовится, можно не ехать в Москву, бабки не тратить. Да, если готовится, то не ехать. Если не готовится, то можно отбьехать. Все, смотрите, у Ваньки народа толпа. Зал опять качает? Нормально, да, народ возвращается. Развращается? У нас реанимация клуба, поэтому скоро он будет вообще другой. Опять? Да, через месяц он будет вообще другой. Огонь. Сейчас еще покачаемся? Завтра уже строительные бригады заезжают. Сейчас еще хочу покачаемся. Мои ребята не все знают. Насчет инверциал, немножечко про бассейн. Расскажу вам, Ванька поведает метод, как проебать 5 мультов рублей. Одним верным решением. Не, миллион семьсот. А, миллион семьсот, то есть экономично? Миллион семьсот и репутацию еще. А, подожди, а упущенная прибыль? Считал? За время? Это более 50 миллионов. Вот так вот, реально более. А как, Ваня? Честь, что он сделал, вы в отдельном ролике посмотрите, будет ссылка. Да, да, да. Завтра уже будет работа вестись, так что. 21-й век. Я снимаю, так он снимает, как Ванька качает. Субтитры сделал DimaTorzok. Дэн, он хуярит по две тренировки, бей. Все нормально? А мы хуярим тоже. Да, круто. Вот в камере растягивать, нет? О, вообще, везде. Вот так. На заставку поставишь. Все, короче. Я накачался. Ванька все заказано, суши принимает. Где моя суша? Ну, сейчас. Кто-то звонит. Суши моя? Кто-то звонит. А ты звонишь уже там, должны бы уже быть. Все, позанимался. В принципе, ребят, хорошо. Грудь уже себя намного лучше чувствует. Я гантельки по 30 килограмм пожал. Ну, вес смешной, но я столько еще и не поднимал. В любом случае, именно с гантелями на жиме сделал кроссоверы. Сейчас уже не снимал. Подделал еще немного разведений с гантелями. Сделал жим штанги узким хватом. Вообще, буквально так вот. 40 килограмм. Честно, было неприятно, что покалывает левое плечо, где был надрыв передней дельты. Тормознул это упражнение. Все, сейчас ужин у меня будет из четырех порций суши. Все, спать, отдыхать. Утром самолет в Питер. Завтра уже две встречи. С самолета сразу работать. Ставь плюс. Какой плюс? Ставь лайк. Напиши коммент. Про что снимать следующий ролик. И все. Всем добра. Всем длин этих. В 6 утра, ребята. Очень солнечно, очень красиво. Жгу я прям высоко-высоко. Окошко же у меня открывается. Чтоб картинка была правильная. У меня вроде как... Да не вроде как, у меня доброе утро. А высоты камеры не хватает, да? Чтоб вам показать, что я здоровый. А можно, хватит? Самое. Вот тут с вами. Закрепим. Батал. Ладно. 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 Всем понятно? Для человека, которого сшили... Сколько? Сколько времени на это сшили? Для человека, которого сшили 3 месяца ровно назад, все неплохо. Многим было интересно шрам посмотреть. Спрашивали. На солнце вам покажу. Шрам очень... Ну, на мой взгляд, хороший. Шрам хороший. Он хуже, намного выглядел. После операции... Сейчас уже даем своей цезаре. И буду собираться в аэропорт. Что, пацаны и девчата? Я в основном пацаны на танке. Наталья пацаны, судя по статистике, время перекуса. Там нас ждет уже... Ждет уже нас на вылет. Самолетики меня ждут. Но перед тем, как лететь, нужно подкрепиться. Потому что у меня просто прилет, и сразу две встречи по плану. Поэтому... Надо... Принять... Белок. Раз. Ну, на самом деле, если по-честному, то я уже запеканку схавал. Вот. Нам нужен белок. Нам нужны... Молочек. И немножко. Чуток зеленушки. Пить я буду лимонад. Вот. Да как можно начать свое утро, да? Я буду стойко держаться. Только безалкогольное протеиновое пиво. Не забудьте поставить лайк. Потому что это любит сам YouTube. И я буду признателен. Потому что это помогает подниматься в рейтинге. Предлагает YouTube смотреть новым людям канал. И... Это здорово. Оставьте ваш комментарий. Пишите ваши вопросы, ваши мысли. Они мне очень важны. Футболочки. Реально, ребята, пришли. Их сейчас пересчитываю. Их будет очень много. Я вам обещаю, что с огромной скидкой я их выложу на сайт Денетик Шоп. И надеюсь, что все помните, что все эти скидки, которые я делаю, я их делаю только для вас на YouTube. Потому что считаю, что именно вы, это самые, так скажем, близкие люди. И для вас хочется делать такие вот возможности, ништяки. Партнер мой. Вы бы знали, как он ругается за то, что я делаю. Но мы с ним сошлись на том, что я могу размещать это на YouTube. Все скидки такие огромные. И подарки, акции делать. Поэтому склад примет. На Денетик Шоп закинем. Почему на Денетик Шоп? Потому что тем самым можем сделать для вас цену еще ниже. На футболке. Потому что они закупаются без НДС. Да, они с ИП приобретаются. А если я буду вам с Генетиклаб.ру их продавать, там НДС придется добавлять. Вот. Ну, все, такая, друзья, история. Я вас всех обнял. У меня время завтрака. Думаю, что на этом выпуск закончится. А если не закончится, ничего страшного. Мы то, что сейчас говорю, отрежем и все будет нормально. Ребята, снизу ссылка на канал YouTube Димки, тренера. Потому что реально очень толковый парень. Познакомьтесь с ним. Если вы его еще не знаете. Ваньку Вадянову, я уверен, что знаете. Но если вдруг не подписаны на его канал, то тоже здесь будет ссылочка. Дальше сайт Денетиклаб.ру. Самотекс.ру. Для тех, кто хочет снизить количество подкожного жира. Укрепить иммунитет. Восстановить поврежденные суставы, связки. Лучшее состояние кожи, волос, ногтей. Общее омоложение организма получить. Очень много интересных сквозь у самотекса. И мышцы растут. И жир потихонечку горит в условиях правильного питания и 10 калорий. Не верьте никому, кто рассказывает вам, что можно юзать ГРЭ. Есть торты и сохнуть. Это называются барыги пиздового. А такими быть нельзя. Всех обнял. Всем пока.